Микс Ньюс Господин Зандерс, вы очень много пишете Я готовюсь к интервью посмотрел Вы много пишете про То про коронавирус, естественно, потому что сейчас Самая актуальная тема и про то, как Мы и в том числе Наши правительства реагируют на Коронавирус, на какие-то действия И сейчас много говорится О том, что если там с точки зрения Здравоохранения претензий не может быть много Потому что у нас и мало заболевших И динамика Скорее положительная и так далее То много вопросов к экономическим Решениям, к подготовке К кризису, который очевидно будет Вот как бы вы оценили именно Экономические решения нашего правительства Ну вы знаете, вообще-то Ну все щупают Почву, не только наши Наши политики, потому что Вот если посмотреть, как в США И в Великобритании Там тоже были ляпы, уже Происходили Ну как бы ситуация Навал для всех Но нас в этом смысле Как бы Ограничивает То, что наша экономика маленькая Потому что вот Поэтому как бы Некорректно сравнивать Этот объем Стимула или не знаю Помощи В процентах От То есть от Ну Продуктов Валового Да Потому что просто Ну как бы Ну этот как Ну вот немцы У них Очень-таки дешевые деньги Они могут Там Себе позволить Большие суммы У нас поменьше возможностей Поэтому Я не думаю Что вот стоит там Сравнивать Вот сколько Те вложили И сколько мы Вложили и так далее Я думаю Что Может быть Какая-то проблема Существует С тем Что мы все-таки Как бы Очень медленно Движемся По бюрократическим Каким-то причинам Потому что Как бы Правительство Решает одно В том смысле Что оно Собирается Решает довольно Оперативно Какие-то вопросы А потом Пока это доходит До исполнения Уже Ну как бы Люди уже недовольны Потому что Долго Да Ну вот Мы знаем Что И в пандемию Политика Или политические игры Никуда не исчезает Но вот сегодня Поскольку мы Как раз беседуем Сегодня Через Какое-то время Наверное Состоится этот пикет Протеста Мы знаем Что Так Независимые депутаты Сейма Кричат Чуть ли не О государственном Перевороте Но реагируя На это Сейма Когда депутаты Фактически Из дома Будут участвовать В заседаниях И голосовать Но это тоже Может быть так Совсем необычно Вот как вы Все это оцениваете Поскольку Ну действительно Все случаи Конечно Жизни в конституции Предусмотреть нельзя Но вот такую ситуацию Когда вообще Депутаты Даже не приходят На работу Из дома Голосуют Ну Нигде Ни в карты Бесса улиц Ни В конституции Все таки Не предусмотрено Ну это все правильно Но Как бы Ну вот вы Сами Справедливо Заметили На счет политики Потому что Это можно обсудить Вот таким Как бы Нормальным языком То есть Что делать В этой ситуации А второй вариант Говорить о Государственном Ну Не знаю Там чуть не путь У нас Да Ну никакого путь Или государственного Какого-то Такого Нету конечно Это Все чепуха То что Как бы Они могли Продолжать Собираться В этих залах Отдельных Это да Тут Споров нет Я не знаю Честно говоря Почему такое Но никто же Не сказал Сколько я понимаю Что На таком Новом режиме Будет происходить Все теперь Заследания То есть Я понимаю Что они Ну как бы Пробуют Это Ну так А то Что Как бы Есть подозрение Что на такой Новый режим Вообще Перейдет Ну что сказать Ну значит Очень высокий Уровень Подозрения Депутатов Ну как бы Против Руководства Своего И так далее Потому что Я не вижу Как бы Стресса Вот Как вы считаете Господин Гобземс Как раз Один из таких Активистов Который кричит О возможном Перевороте Или путче Но он не скрывает Что осенью Он планирует Создать партию Есть ли вообще Ниша Вот такой партии Или может Он действительно Планирует Просто занять место КПЛВ Который переживает Как мы знаем Не лучшие времена Как вы это оцениваете Ну и сам значит Что Ну как бы Считается Что В любое время В любой стране Есть некоторые проценты Избирателей Которые ждут Хотят что-то нового Ну и там Ну они там могут Исчисляться По-разному Там 5 От 5 До 15 Процентов И как бы Теоретически Он прав В своих намерениях В своих планах И у него шансы есть Тем более Что да Вот КПЛВ Как-то Ну вообще-то Непонятно Что это теперь Но Как ему Как его будет Какие будут успехи Ну это тоже вопрос Интересный Ну вот Господин Гобзин В своем интервью Говорил о том Что он уверен В том Что Выборы В 14-й Сейм Его новая партия Займет первое место Причем разгромно Так что Сформирует правительство Это его просто бравада Или может быть Он искренне в это верит Ну слушайте Ну он Перед этими Прошлым выбором Сказал Что если он Не станет премьером Он на следующий день Покинет Латвию Ну было такое Было А он еще здесь Да Ну Просто я замечаю Что Если зайти Гобзин На фейсбук То в его комментариях Люди делятся на две категории Это люди которые Искренне рады Всему что он говорит И что он рубит Правду матку И так далее И так далее И они как будто Не замечают Вот все Вот эти его Заявления Которые потом Не исполняет И так далее И есть другие Которые просто называют Его пустословом Популистом И человеком Который активно мешает Работе сейма Истинно где-то посередине Или все таки Он попадает В одну из этих двух категорий Ну это такой Коварный вопрос Потому что для меня Он попадает В одну из этих категорий А для Как бы Для других Может быть нет Я думаю Что те люди Которые ему искренне верят Верят Будут продолжать Эту линию И с их голосами На их голоса Он может рассчитывать И в дальнейшем Но вопрос Сколько таких Да Вот если мы Говорим Еще продолжаем Говорить о политике Ну мы знаем Что такое важное событие Состоится Судя по всему Все таки 29 августа В неочередный выбор В Рижскую думу Ну вот судя по тем инструкциям Которых Ну вчера Центральная избирательная комиссия Выдала Ну создается такое ощущение Что может быть Те кто все этот процесс Организует В неочередных выборах Наверное Они очень хотят Чтобы многие рижане Туда пришли На эти участки Потому что Когда они слышат Что и 29 августа Надо будет идти На избирательные участки Примерно Как садится сейчас Троллейбус В масках Там не знаю В перчатках Их там будет Дезинфицировать И так далее Да Вот Создается действительно Ощущение Что людям Говорят Слушайте Сидите дома Ну зачем вам эти выборы Да Вот нет такого У вас ощущения Ну честно говоря Нет Не согласен Потому что Ну какая Какая альтернатива Сказать что Во-первых Мы в данный момент Еще в конце мая Ну не знаю вообще Какая будет ситуация Да Сказать что А ну Все окей Приходите Как хотите И потом Получать Ну не знаю Там Не дай бог Сколько там Новых Случаев Да Ну это как бы Тоже Тогда все будут Тарать на эту комиссию Я думаю Я не знаю Я просто смотрю Что Ладно Штаты Конечно Это отдельные случаи Но какие-то Выборы проходят И в штатах И так далее И люди Как бы Ну приходят Да В масках Да Соблюдая дистанцию Это конечно Очень Ну как бы Неудобно И Ну И привычно Ну что делать Ну в принципе Что Ну да Ну что делать Вы правы Да Ну как бы Выбор Ну происходит Поэтому Ну конечно Это будет Какой-то Отсекающий элемент Потому что Как бы У нас всегда Был Ну вообще вопрос А зачем Пойти на выборы Ну теперь Тем более Но с другой стороны Кто хотят Те пойдут Ну вот Вчера Бывший мэр Риги Нилушаков Он тоже активно По этому поводу Высказывался Он сказал Что Он Это было еще до того Как было объявлено Вот О этих правилах Выборов Как они будут проходить И он сказал Что По его мнению Это опасно Проводить эти выборы 29 августа Хотя опять-таки Мы не можем Сейчас знать Какая будет Ситуация через 3 месяца В общем Он скритиковал это Но Честно говоря Мне за этими словами Слышится немного Что Просто Господин Меньше избирателей Вам кажется Что он действительно Этого опасается Что такое может произойти И что он надеется Что через год Это будет лучше Я как бы Склонен Согласиться С вами Что такое Какое-то Вообще По текстам Имеется Ну Поэтому Ну да Наверное Но с другой стороны Конечно Опасения Тоже какие-то Вообще Ну я вообще Очень Ну как бы Ну Очень так Осторожно Отношусь Вообще К этой Пандемии И так далее Но я к тому Что Опасения Имеет Право Иметь место Но То что есть Как бы У Бушаков Может быть Чуть-чуть Хитрит Но это тоже Тоже верно А он не боится Что если Если Выборы Не состоятся 29 августа Ну это он предполагает Что еще Мол Будет опасно Давайте перенесем Получается 29 августа Это последняя Дата Когда эти выборы Могут состояться Если они Не проходят Тогда То временная Администрация Реги Она уже Остается В силе До июня Когда пройдут Очередные Выборы В самоуправлении То есть Такая альтернатива Ему кажется Более Более правильной И более Предполагающей К положительному Исходу Для согласия Ну вы знаете Я Я не Объективно Ну не Не знаток Согласия И вообще То что там Происходит Поэтому Мне трудно Судить Может быть Просто ему Надо Как бы Нужно Время Чтобы там Что-то Переустроить Обустроить И перекроить В этой партии Я просто Не считаю себя Вправе Там судить Об этом Что там Происходит Но Ну может быть Может быть Он хочет Выиграть Время Да Да Если мы Говорим Об Об Этой Придурбенной Компании Вот На Ваш Гляд Она Будет Чем-то Отличаться Ну От Обычных Выборов Муниципальных В Риге Поскольку Ну мне Кажется Что Конечно Там Ремонтировать Дороги Мосты Это все Надо Но Сейчас Люди Действительно Озабочены Пандемией И Главное Экономическими Последствиями Что дальше Будет Наверное Депутаты Кандидатов Депутатов Уже Не смогут Как ни в чем Не бывало Рассказывать Что мы Будем Это Ремонтировать Мы То Будем Ремонтировать Да Вот Это Правильно Метко Замечено Потому Что Скажем У нас Всегда На Самоуправлениях На Этих Выборах Всегда Создавался Образ Такой Ну Хозяйственника Ну И Так Вот Это Большая Политика Это Где-то Там Мы Здесь Будем Заниматься Своими Делами Да Водопроводом Канализации Все здорово Но Как бы В это Время Ну Все Все Время Будет Какой-то Резонанс Насчет А что Вы Думаете Насчет Планов По Стимуляции Там Экономики А что Вы Думаете Насчет Этого То То есть Пандемия Это Тема Все Будет Все Время Будет Как бы Присутствовать Ну Я Не знаю Как Она Вообще Будет Эта Компания Ну Какая-то Наверное Чуть-чуть Странная Но Это Не Моя Проблема Это Пускай Политики Решает Вот Вы Уже Упомянули Об этом Плане Да Стимулирование Экономики Вот При Все Что Правительство Делает Определенные Шаги Это Нельзя Отрицать Но Тем Не Менее Создается Такое Ощущение Что Какого-то Четкого Плана Выстроенного Не знаю Или Может быть Несколько Планов А, Ц По выходу Из Пандемии Я имею Ввиду Сейчас Не медицинские Планы А экономические Все-таки У правительства Нет И определенный Хаос Имеется При всем Понятно Что это Нестандартная Ситуация Никогда Такой Не было Но Тем Не менее Какой-то Хаос Какой-то Ну Тут Этим Пособие Дадим А не Может быть Не дадим Вот Это Сделаем А нет Мы Передумали Это Не Сделаем Вот Нет У вас Тоже Такого Ощущения Есть Но По-моему Причина В том Что Латвия Маленькая Экономика Маленькая Страна И Из этого В свою очередь Последствия Такие Что у нас Очень Это Не даже Лоббизм Но Как бы Все знают Всех И тут Как бы Товарищи Из одной Профессиональной Группы Лоббируют Свои Интересы И Как бы Приубеждают Политиков Через Три часа Другая Группа Переубеждают Все Это В какой-то В каше Варится Потому что Ты позвонил Мне Я позвонил Другому И так далее Это То Бары То Гостиницы То Студенты Ну это Такая У нас Очень маленькая Ну Комьюнити Очень маленькое Общество Общество Поэтому Как бы Кто Кого Переубедил Это Такая Очень Волатильная Ситуация Как Вы Оцениваете Тот факт Что Когда Ну Стали Как только Пандемия Началась И Объявили Режим Чрезвычайной Ситуации В Латвии То Одной Из первых Экономическую Помощь получила Сфера Сельского Хозяйства Которая Как кажется Не так Пострадала От Сфера Гостеприимства Только На прошлой Неделе Был Представлен План Помощи Хотя Прошло Уже Два Месяца И Как раз Эта Сфера Первая Вообще Ощутила Влияние Пандемии На себе Потому Что Традиция Способность Ресурс Лоббирования Крестьян Ну Исторически В Латвии Более Развита Чем Ну Не знаю Там Гостиницы И так далее То есть У нас Личное Влияние Оценивается Выше Чем Экономическая Надобность В политике Ну Это Философский Вопрос Потому Что Вот Скажите Теперь Кому Что Сельское Хозяйство Это Второстепично Вам Сразу Ответить Что В эти Стремные Времена Когда Не знаю Откуда Придет Может быть Продовольствие Мы должны Сама Обеспечиваться Помните Все эти Были Разговоры Насчет Магазины Не Будет Пустыми Потому Что Наши Крестьяне Заполнят Их Так что С этим Осторожно Но Конечно У Крестьяна Это То есть Не у Крестьяна Может быть Скажем Так У Больших Хозяйств Традиция Лоббирования Их присутствие В политике Конечно Сильная Да Они достигают Они Очень часто Достигают Своего Ну Как оказалось Наиболее сильная У нас авиация Аэрболтик Получила Ну Для Может быть Не экономистов Обыватели Сидят Смотрят И им Сообщают Что На Это пособие По простою Было Истрачено Ну К настоящему Моменту Там 26 миллионов А на поддержку Аэрболтик 250 миллионов Еще 36 миллионов Да Раньше В основной Капитал Внесли И вот Люди сидят И думают А что же такое Что происходит Вообще И при этом Аэрболтик Сообщает На днях По-моему Де-факто Сообщает Что мы Все равно Часть этих Пилотов Уволим Ну Должен быть Какой-то Мне кажется Не знаю План Но если Мы поддерживаем Значит Рабочие места Сохраняются В том же Аэрболтике Потому что Мы понимаем Что если Пилотам Говорят о том Что они Свободны Но вряд ли Они пойдут Максимум На кассу Они скорее всего Уедут Из страны Ну вы знаете Вообще Этот вопрос Насчет Такого Культового Статуса Этих Национальных Авиакомпаний Это не только В Латвии Это вообще Какой-то Ну не знаю Это даже Какой-то Социально-антропологический Вопрос Потому что Это происходит И в Германии Это происходит И в Других И в Штатах И так далее Я честно говоря Я не понимаю Почему такая Вообще Такой Культовый Статус У этих Авиакомпаний Ну они Не будут Одни Придут Другие Ну господи Но Мы имеем То что мы Имеем И поэтому Просто Ну как бы Сказать Это Это решение Это вообще Это линия Рискованная Для правительства Потому что Суммы Действительно Большие По сравнению С другими То есть Без разницы Как мы Оцениваем Там Это Какая-то Вообще Политическая Лоббизм Или Политическая Логика Или экономическая Люди Когда слышат Эти суммы Они конечно Сравнивают С другими Потому что Ну вот Я не знаю Вот сейчас Учителя Педагоги Скажут Ну вообще У нас Тоже было Очень трудное Время Очень трудное Да Очень трудное Время Ну давайте Вот тут Так Им скажут Что нет И вот Эта сумма Вот эти Миллионы AirBoltik Все время Будет Как чертик Из табачерки Выпрыгиваете Как бы На фоне Вот столько Не дали А вот AirBoltik Дали Да И к медикам Это тоже Относится Они тоже Вспомнят Да Так что Это довольно Такая Ну это Такая Рискованная игра Но я Повторюсь Я просто Иногда теряюсь Почему эти National Carriers Они в таком Статусе Что на них Божиться Просто Политика Во всех странах Вы уже упомянули Учителей Вот на вас Глядь Что происходит Вокруг вузов Потому что Прямо Во время пандемии Решили Как-то так Очередной Раз Отреформировать Это что Не знаю Борьба за влияние В этих государственных Вузах И не только Что вообще Происходит Ну Сложный вопрос Потому что В принципе Ну ничего Нового Как бы В этих Предложениях Которые Получили Согласие На уровне Правительства Потом Теперь Пошли В САИМ Ну как бы Ничего Нового Нет Нет Ну то Что Крутить Как Хочешь Ну как Что это Уменьшает Автономию Университетов И То есть Сколько Можно Но мне Трудно Судить Я думаю Что как Ну Не так Страшно Мы можем Ругать Нашу Систему Высшего Образования Но не столь Страшно Чтобы Там Так Топором Работать А мы Видимо Хочется У нас Есть телефонный Звонок Давайте Мы его Примем Здравствуйте Доброе утро Доброе утро Да пожалуйста Вопрос Вопрос Марис Я знаю Что он В теме Он И Радио Вен Он Фитус Портал Знаю Что Может Ответ Маленький Мой Комментарий И Вопросы Два Вот Я За Новые Партии За новых Людей В политике Почему Потому что Я вижу Что Эти Старые Партии Засели Они Никого Не впускают Чужих В результате Я вижу Что у нас Отрасли Разваливаются На кустарные Производстве А с изделиями Которые Сделаны На коленке Далеко Не уедешь Поэтому Даже Такие Популисты Как Ну допустим Как популисты Как Гобзамс Которые Придут Скажем В политику Они за собой Все равно Приведут Новых людей Которые Будут Возможно Ну Лучше Чем Эти Старые Закоренелые Вот Это моя Такая Позиция И вот Вопрос Марис Насколько Насколько Дешево И насколько Легко Точнее Сколько Стоит И Насколько Легко Создать Политическую Партию В Африи Спасибо Спасибо Да Дорого ли это Вообще Дорого ли это Удовольствие Я думаю Что Дорого Если Под С этим Понятием Дорого Понимать Ну не только Брутальные Деньги Потому что Это Как бы Это мечта Или Этот Дискурс Что В нынешние Времена Можно Создать Партию В социальных Сетях Ну И да И нет Мы Видим Во всем Мире Что Это Ну И как бы И получается Но не Получается И тогда Но в любом Случа Создать Партию В том Смысле Собрать Людей Можно Это Ничего Не стоит Но Потом Тут Даже Не то Что Вопрос Покупать У тебя Есть Деньги Покупать Рекламное Время Или Нет Дорого Потому Что Ты должен Выстраивать Отношения С медиа С всякими Другими Товарищами Это Требует Молодым Или Новым Политикам Очень Трудно Потому Что Те Которые Присутствуют В политике Уже Много Лет Они Уже Все Эти Формальные Неформальные И Коварные И Другие Отношения Уже Выстроили Это Какой-то у нас Мантрой Что У нас Поэтому В политике Все плохо Потому что Одни и те же Потому что Вот Сэм обновился На 60% В него Вошли Две Новых Партии Которых До этого Там Не было Есть Есть Партия Прогрессивные Которые Не попали В Сэм И продолжают Активно Действовать В общем Вроде Как Хватает Новых Лиц На первый Взгляд Но Жалобы Такие Продолжают Поступать И такое Мнение Продолжает Существовать Что Нет У нас Все Одни и Те же Все Одни и Те же Ну Хороший Вопрос Потому что В принципе Я понимаю Как бы Логику Услушателя Но Он Может быть Как сказать Новых И смотрим Ну Что Получается Но Можно И так Но Как бы По принципу Потолка Каждый Каждый Выбор По 60% Новых И отбираем Смотрим Что Работает Не работает Но Это Конечно Довольно Такая Рискованная Тактика Но Можно Конечно И так Но С другой Стороны Правы И вы В том Что Пришло Очень много Молодых Как бы Товарищей В политику Ну Получается То Что Получается Ну Я думаю Что Почему Не все У них Получается Скажем У этих Новых Партий Относительно Уже Новых Партий Там Наверное Причин Очень Много То Что Просто Какие-то Товарищи Пришли Вообще Большим Самомнением О себе Высокого Мнения О себе И Как бы Надо Пошло Большое Время Пока Они Вообще Поняли Куда Они Пришли Что Не Так Все Просто Как Получать Всех Других В Фейсбуке Это Не То Самое Что Принимать Законы Да Может Бы Какие-то Уже Пристроились Каким-то Экономическим Группам Поэтому Ну Как Я Понимаю Что Результат Как Не Удовлетворяет Поменял Столько Людей Как Новые Лица Ну И Все То Самое Но Это Такая Игра Случая По-моему Каких Товарищей Там Выбираешь Это Личностный Вопрос Не Как Структурный Что Надо Просто Много Новых Партий Чтобы Было Из чего Выбирать По-моему Вопрос Заключается В том Что Это За Конкретные Люди Которые Идут И Там Конечно Всегда Ты Ну Избиратель Не Может Сделать Какой-то Такой Углубленный Анализ Для Каждого Из этих Товарищей С Кем Он Дружил Кого Он Знает Какие У него Имущественные Отношения Это Как Б Этот Избиратель Просто С ума Сойдет Ну Вот Единственный Вариант Это Смотреть Что За Люди А У вас Нет Такого Ощения У нас Какое-то Время Зат В гостях Был Антонина Нинаш У вас Председатель Поддерживаются Какой-то Конкретной Идеологии То есть Если Например Это Опять Сравнивается США Есть Демократы Есть Республиканцы И ты Точно Знаешь Что С политической Экономической Точки Зрения Они Хотят И чего Добиваются Иногда И это Тоже Нам Неизвестно Ну Да Но Хотя По Идеологии В нашем Случае У нас Из Таких Партий Где Точно Знаешь За Какую Идеологию Ты Голосуешь Это Консерваторы Например Новоконсервативная Партия У них В названии Это Прописано Но Скажем Есть Хрестоматийный Пример Это Союз Зеленых И Крестьян Хотя Во всем Остальном Мире Зеленые Крестьяне Мягко Говоря Не Уживаются Друг С Другом Вот Откуда У нас Это Отсутствие Какое-то То Если Я Хочу За Голосовать То Я Голосую Большинство Случаев Мы Голосуем Ситуативно По каким-то Принципам Ну не знаю Вот этот товарищ Нравится Этот не нравится И так далее Это как бы Показал Себя Что он Полный кретин Или Какие-то Коррепционные Скандалы Вот Вы представляете Скажем Межвоенное Латвии Тоже Была Куча Партий Сказать Чтобы Четко Определились Ну по идеологическим Принципам Ну тоже Трудно Было Ну вот Окей Зерные Ксавианы Крестьянская Союз И так далее И социал-демократы Ну вроде Да Хоть бы Как бы Такие два полюса Но тоже Относительно Потому что Всегда Как бы Такая-то Маленькое Общество Такая варка Просто идет Ну как бы Поприличнее Сказать Ну в больших Обществах Да Там Имеет Место И все Экстримы Все Как бы Такие Очень Чистые Варианты Всяких Идеологий Приятных Неприятных Страшных Может быть Опасных Но просто Там есть Там люди Количество Людей Есть побольше Которые Могут Этим Оперировать У нас Скажем Вот Такие Чисто Ой Господи Ну как Чисто Кровных Левых Ну так вот Насчет Прогрессивных Да Ну это Ну Это одна Группа В фейсбуке Как бы Вы понимаете Ну И это не упрек Ним Я вообще Уважаю Вот это Ну как бы Такую честность Идеологическую Какой Они Стараются Идти Ну Потому что В Латвии Столько Людей И Процентно Получается Что Товарищи Ну не знаю Двести Триста Тысяча И все Это Я просто Думаю Что Не то Что Какие-то Коварные Политики Специально Расплывчато Формулируют Свои идеи Чтобы Лишний Раз Нас Обмануть Я просто Думаю Что у нас Как бы Вот такого Нету Потребности Запроса Политического Вот Потому что Ну вы представляете Вот скажем Придет какой-то На выбор Товарищ Который скажет Вот мы четко Зеленые Вот нам По барабану Все остальные Вопросы Вот мы Будем Заниматься этим Ну вы скажете Ну круто парни Ну молодцы Ну как бы Мы все-таки Проголосуем За этих Которых Со С многими Вопросами Работают Да Ну вот Интересно Здесь один Как раз Кандидат В мэр Господин Юрош Говорит Что он будет Там бороться С коррупцией И так далее Но вот сейчас Последние Какие-то Новости В центре В центре Разных Скандалов Господин Юрош Оказался На ваш Гляд Это вот Специально Все делается Это какая-то Там Компания Против него Попытку Его Снять Дистанции Как вам Кажется Война Спецслужб Что это Ну я не знаю Я слава богу Не знаком С Юрошем В том смысле Слава богу Что просто Нет Как Ну Как со следователя Да я понял Такие стрёмные люди Да Но я к тому Что Если человек Сам себя Выставил На На первые ряды Он должен С этим считаться Конечно Его теперь будут Ну Рассматривать Под лупу И При надобности При возможности Поливать грязью Но он должен был С этим считаться Поэтому Как бы То что Теперь происходит Это какой-то Попытка Его Ну не знаю Отстранить Или так далее Дискредитировать Ну вот Это действительно Нормальная политика Извините И он Не имеет права Жаловаться В этом смысле Что вот Как это Мне такого Хорошего человека Теперь вот Против меня Такая компания Хороший ты человек Не хороший Но если ты сам Себя вот Такими Лозунгами Такими Пафосом Выдвинул Ну Должен считаться И Тем что Против тебя Будут В любом случае Какие-то Попытки Попорти Ну вот Ну вот Если говорить О людях Которые Оказались В центре Каких-то Слезерных Действий Это конечно Еще господин Бондерс Который Ну вот Пару недель Назад Стало известно Что Подтвердили Его Приговоры Что Он И Другие Члены правления Крайбанка Должны 16 миллионов Евро И так далее И разгорелась Большая дискуссия Может ли Человек Которого Вот В этом Обвиняют Обвинили Уже В этом Как он Может Занимать Пост Главы Финансовой Комиссии Сейма На что Там Скажем Господин Путца Сказал Что Ну В этом Его Давно Обвинили И Люди Когда голосовали За него Знали За кого Они Голосуют Вот Ваше мнение По этому Поводу Может ли Господин Бондарс С этической Точкой Зрения Занимать Такую Должность Или Это все Сентименты Если Работает То Пусть Работает Ну Я Могу Только Повторить Я считаю Что Он Должен Был Подать Отставку Так Правильно Да Потому Что Ну Я Говорил С Товарищем Из Я просто Ну Не в том Что Не я Судья И так далее Я просто Думал Что это Думаю И думал И думаю Что Это Плохо Плохо Для Это С партии Будет Ну А ты С ты Б пар Потому Что Это Будет Вот Тоже Все Время Напоминать И так Далее Это По-моему Тактически И Стратегически Неверное Решение Со Стороны Партии Сказать Что Ну Вот Мы так Решили Ну Вот Все До свидания Нет Я думаю Что он Даже Должен Был Все Так Отступить И потом Вернуться Уже Как бы Показывая Что он Свое Наказание Отбыл Так сказать Ну 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 Без Разницы Вернуться Или Уйти В сад Копать У него Жены Есть Сад Ну Пусть Копает Ну Так Тем Более Но Это Как бы Я Я не понял Логику Просто В этом Решении Вот Так Держаться За Него Я Просто Может Ну Наверное Я просто Не знаю Какие-то Какие-то Такие Там Зацепки Я понимаю Что он Очень Эффективно Как бы Работает Как Ну Руководитель Этой Комиссии Этого Я слышал Что Его Пробывные Способности Граничащие На Чем-то На Грубости И Агрессивности Что Эти Способности Большие И Это Конечно Ценный Ресурс Я Понимаю Но Такой Более Долгосрочная Перспектива Это все равно Неверное Решение По-моему Тут Напрашивается Аналогия С господином Домбровским Который После трагедии В Максиму Ушел С поста Премьер-министра И потом Через несколько лет Ну вот сейчас В Европарламенте Он занимает Достаточно важную Должность Ну Честно Ну Причем тут Аналогия Мы же не знаем Ну Взял вину на себя Ушел с поста Потом Вернулся Так сказать А понял Имея за собой Как бы Репутацию человека Который готов Отвечать за свои действия По крайней мере Ну Ну да Ну мы Как бы Ну что уже Что уже Если они так решили Что будет Цепко держаться За Бондерсона Что тут уже Больше обсуждать Я говорю Я думаю Что это неправильно Потому что Если Если вы Может быть Вы заметили В Великобритании Буквально В эти дни Большой скандал Насчет советника Премьера Который нарушил Самоизоляцию Ну да Вы понимаете Вот тоже Как бы Все так В таком Непонимании Смотрят Ну что Что это так Ну пошел Просто Подал бы В отставку И бог с тобой Ну и все И Нет Все Ну так Цепко держится За него И ничего И он был прав И он поступил правильно И я думаю Что вот опять Джонсон Он просто Как бы Я не знаю За какое место Этот Каммингс Его держит Джонсон То есть Но просто Для Джонсона Это все равно Будет Ну Плохо Ну а Вам не кажется Что кстати Если говорить Там уже Западной политики То в последний Гул Ну это так Это так Примеры просто Ну да Нет Я просто хотел Простить о том Что в последнее время Идет Какая-то такая Тенденция Что слова Которые были сказаны Там год-два назад Они не имеют Большого влияния Мне кажется Самый яркий пример Это господин Трамп Который Вот недавно Тоже был скандал Что он в разгар Как бы пандемия В США Мы знаем сейчас Самая сложная ситуация Эпидемиологическая В мире Он пошел играть в гольф И его противники Сразу ему припомнили Твит Который он написал В 2014 году Что мол Страна в кризисе Обама играет в гольф Да Вот вам пример Плохого лидера И вот оно Очевидное противоречие Но сторонники Трампа Как будто этого Даже не замечают И то же самое Это сторонники Джонсона И его партии В Великобритании И так далее И так далее Что в принципе У нас нет Вот этой долгосрочной Памяти Обещаний И слов политиков Я просто Я понял Понял тему Но я просто Мне такая Интуитивно Ну так кажется Что это можно Объяснить тем Что вот такие Сложные времена Такие Ну не то что фаны Но может быть Такие очень такие Ну Концеквентные Сторонники Какого-то Политика Или партии Они действительно Сплачиваются Вокруг него И даже Ну вот действительно Им ты можешь Напомнить Что хочешь И показывать На пальцах Что хочешь Но они как бы Видят Необходимость Сплачиваться Вокруг этого лидера И поэтому Как бы Их способность Ну Как бы Иррационально Или вообще Как-то Критически Мыслить Уменьшается Просто Потому что Как бы Ну вот такие Времена Мы должны Все таки Как бы Прекратить Мелочиться Своими Какими-то Критическими Заметками Все должны быть Вместе Плечо К плечу Вот этот Какой-то Такой Драйв Он присутствует Конечно И это Очень Поэтому Трудно Переубедить Кого-то Или просто Сказать Что вот Действительно Твой лидер Вчера Сказал одно Сегодня Сказал другое Тебе Ответит Да Но время Такое Сложное Что ты Поделаешь Прекратите Критиканство Своё Все должны Сплачиваться Это время Сложное И потом Просто сказать Что сплачиваться Нужно Вокруг Конкретного Человека Ну Я думаю Что это Чуть-чуть Из психологии Не из политики Да Вот так Вот время Быстро Подходит к концу Может быть Такой вопрос Ещё Вот Как Изменится ли Наша жизнь Вот После пандемии Многие говорят О том Что оказывается Госуправление Может спокойно Работать на удалении Может нам Столько и не нужно Вот этих Чиновников Я понимаю Что это Модная тема В какой-то степени Популистская Но может быть Действительно Как-то Вот Жизнь сейчас Изменится На удалении Это Ну Это Очень Большая тема Потому что Вообще-то Ну Латвия И так Как бы Так Ещё Чуть Ну Довольно нормально Проходит этот Кризис До сих Но я к тому Что это Вообще Большая такая Ну Философская тема Вот Посмотрите Вот те люди Которые могут Работать на удаленке Ну В мире Они как бы Ну Более-менее И Получается Что Вот Это Никогда Никого Ну Не был Большим Критерием Вообще Ты как Можешь работать На удаленке Или не можешь Оказывается Что это Очень важно И вот Те Которые не могут В мире У них Большие проблемы И это Как бы Такая Вообще Я Не Марксист Но Это Вообще Тема Для Разговора Как Это У нас Экономика Устроена Насчет Латвии Знаете Я вам Скажу Так Что Конечно Вот Тут Можно Теперь Обсуждать Эффективность Этой Удаленки Но Сколько Я Понимаю Появились И много Минусов Поэтому Как бы Не надо Ладошки Бить И сказать Что Вот Да Вот Действительно Мы можем Перейти На удаленку Госуправление И там Каких-то Товарищей Сократить Просто Потому что Можно без них Просто Сколько Я понимаю Вот Как Я просто Говорил Вот Людьми Из высшего Образовательной Сферы Вот Как у них Теперь Работает Вот Когда нет Заседаний Кабинета Куда Они могут Приходить Когда Появились Какие-то Мифические Непонятные Мне Вебинары Или Какие-то Еще Странные Странные Вещи И они Говорят Да Что Теперь Очень Трудно Потому что Как бы Присутствовать Ты можешь Но Всегда Человеческий Контакт Всегда Лучше И Теперь Они Чувствуют Себя Что Их То есть Профессионалов Из Каких-то Не знаю Крестьян Или Кого-то Убедить Управленцев В своем Правоте У них Это все-таки Уменьшается Потому что Все Все Укрылись В своих Зум Комнатах И своих Зум Конференциях Поэтому Я Не сторонник Того Чтобы Так и Продолжать До 2025 Года В таком Режиме Работать Ну Это же Это же Просто Альтернатива То есть Понятное Дело Что Личный Контакт Он Лучше И Преподавателям И Журналистам В том числе Проще Вести Интервью С человеком Который Сидит Нежели Через Экран Но Это Дает Альтернативу Что В том Случа Если Невозможно Такое Или Какой-то Студент Один Не может Прийти На лекцию Но Конкретно Он Подключится По Из вопроса Аббек Что Вот посмотрите Можно и так Может быть Надо сократить Министерство В том смысле Что Ну Черт его знает Мне больше Волнует Тот вопрос Что Помните Был Этот Такой Риторический Вопрос А может быть Надо сократить Зарплаты На Время Кризиса Да Были и такие Не Ну Как Ну Вообще Это Такой Сложный Вопрос Потому Что Все Верно Эти Товарищи Которые Работают Госуправлении Они Тоже Потребители И На них Держится Какая-то Часть Потребления И это Правильно Но С другой Стороны Ну Как бы Я Я уже Надоедливый Стану Своими Напоминаниями Насчет Что мы Маленькое Общество Мы Маленькое Общество Друг друга Знаем Вот у меня Вот такие Проблемы А этот Сидит Сидит В Госучреждении И у него Жизни Ничего Не Поменялось Да И это Ну То есть В финансовом Плане Я просто Думаю Что это Создаст Какую-то Ну Нездоровую Атмосферу Потому Что Вот Как бы Вот Одних Очень Большие Проблемы И Все Говорят Надо Вот Такое Такое Сложное Время И так Далее А Вот Этих Как бы Все В шоколаде Я думаю Что там Надо было Все-таки Ну Придумать Какое-то Хоть бы Символическое Решение Чтобы Госуправление Тоже Почувствовало Как бы Ну Я не знаю Но хоть бы Вот я Вот такой Может быть Догадка Хоть бы От премии Отказались На этот год Да Кстати Это тоже Интересно Хотя бы Да Чисто такой Символический Может быть Жест Который Показал Что есть Солидарность Это Наверное Очень важно К сожалению Да Время Наше Действительно Подошло К концу Спасибо большое Что Согласили На интервью Журналист Мари Зондерс Сегодня был По связи